Завтра экзамен Учись, брат, до конца Давай за тех, кто верил в результат Давай за тех, кто это создавал Давай за всех, на кофе с факт стоял Итак Имеется горько высотой h Угол альфа Коэффициент трения μ Спрашивается Если он стартует В начальное равно нулю То на каком расстоянии от горки Он остановится Первый способ решения этой задачи С помощью теоремы Об изменении кинетической энергии Поскольку В конечное равно нулю И В стартовое равно нулю То изменение кинетической энергии С другой стороны Это изменение равно работе всех сил На участке 1,2 Сил у нас 3 штуки Сила тяжести Сила трения И силой реакции Мы знаем, что работа силы реакции Опора Ноль Работа силы тяжести Она положительна Поскольку помогает ехать Преодолела высоту h Поэтому mgh Работа на 1,2 Силы трения Работа на 1,2 Силы трения Она равна сумме работ на участках 1,0 Плюс 0,2 По свойству работа Ну, у силы тяжести тоже, конечно, так Но на участке 0,2 Работа силы тяжести 0 Работа Если он скользит То сила трения равна μ на n Поэтому здесь Работа силы трения Минус μ на n1 На этом участке А здесь минус Да, и на длину участка Длина участка Это h Делить на синус аль Работа силы трения На этом участке Минус μ на n2 Это сила трения На л Если он здесь едет Сила тяжести Сюда Сюда Из второго Закона Ньютона И понимание Что сквозь склон Он не проваливается На этом участке Н2 Равно Мж Из условия Что он под землю Не проваливается И вверх Не взлетает Отсюда С учетом этих вещей На первом участке Работа силы трения Минус μ Мж Мж На втором участке Минус μ Мж Тогда 0 Равняется Мж Мж Минус Мж 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 Минус Мж 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 На Мж Сокращаются Из чего Очевидностью Следует Что независимо От массы Лыжника Он проедет Одно и то же Расстояние Под горы Ну и получаем Уравнение Для L Это будет H Единица На мю H Минус Мю От англ Сальфа Тут единица H Понятно Что решение Имеет Смысл В том Случа Если Мю Меньше Чем Тангенс Альфа В противном Случае Формально Получается Что L Отрицательно А на самом деле Означает Что Остается Насколько Если бы Мы пользовались Не теоремой Об изменении Кинетической Энергии А теоремой Об изменении Полной Механической Энергии То все Было бы Очень похоже Только Исходное Уравнение Было бы Чуть Чуть Другое Изменение Механической Энергии Или В2 Минус В1 Есть работа Непотенциальной Энергии Механической Энергии В конце Выберем За 0 Уровень 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 Окончания Склона Здесь Потенциальная Энергия Тогда Изменение Механической Энергии В конце Генетическая Ноль Потенциальная Энергия Вначале Генетическая Ноль Потенциальная Эфжа Работа Непотенциальных Сил Нами Уже Считалась Ну видно Что здесь У нас Стоит Минус МЖ Поэтому Это уравнение Отличается От этого Уравнения Только Перенесением Минус МЖ Из этой Части В эту Когда Получается Плюс МЖ Оба Подхода Как и было Обещано Дают Одно И то Ж Решение Поскольку Теорема О Изменении Механической Энергии Не Несет В себе Ничего Больше По сравнению С теоремой Об изменении Энергии И Уравнение С обоих Теорем Получается Один Так После Перерыва Я немножко Порассказываю Осталось Несколько Минут Поскольку Рассказывал Я Отдыхайте Теорем 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 Теорем